Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! Парам-парам! Надежда Карпова, российская футболистка. Здравствуйте! Всем привет! Привет! Доброе утро! Я уже тоже заждалась, на самом деле. Уже все-таки вот хотелось бы, чтобы, да, появилась Надя. Она появилась, поэтому мы общаемся, естественно. Валенсия, сборная России, как в Валенсии дела? В Валенсии все отлично, всегда хорошая погода, всегда тепло. Не может быть плохо дела. Но ты же сейчас в отпуске, правильно? Да. А когда обратно? 20 июля. 20 июля, то есть через неделю уже. А вернулась ты оттуда, захватила чемпионат мира или здесь смотрела все это? И там смотрела, и здесь смотрела. Как по-разному смотрится и там, и здесь. То есть в Испании местные болельщики как вообще смотрят? Ну, Испания тогда еще была на чемпионате мира, когда смотрела. До встречи с нами еще, да. По-разному. Ну, там, то есть, вот похожие болельщические натуры, то есть и там кричат, собираются во дворы, выходят, там ставят столы, город с флагами, с плакатами, с баннерами. Да, 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 там полностью вся такая же атмосфера, то есть там очень серьезно поддерживают сборную. И в плане аналитики там очень сильно все обсуждают каждый момент, там кто куда ходил, кто что делал, вплоть даже до того, в какой ресторан они ходили в свободное время. В таком нижнем белье они выходят на матч, например, да, тоже. Сборная Испании вылетела от сборной России, проиграв в 1-8 финала, то есть там местная пресса, ты их читала, что-нибудь в интернете, что вообще говорят там, российское. Тебя будут подкалывать? Ну, я уже была в России, когда они вылетели от сборной России, поэтому я не слышала, что... Не вернешься, там, о, вернулась, конечно. Я очень хотела, чтобы у меня отпуск закончен на следующий день, чтобы я пришла на базу, дверь вальяжно открыла, сказала, здравствуйте, ребята. Ну, кто здесь чемпион, да, кто здесь, да. Окей, чемпионат мира по футболу, ты в целом как смотришь, слушаешь, следишь, то есть целиком матч, какие-то нарезки, лучшие моменты, куда-то сходила, там, фан-зоны, пообщалась с кем-то, на матчи ходила, может быть? Ну, на матчи непосредственно на стадион, я думаю, я пойду на последний, на финал. Пенал, крутяк. Это уже ясно или еще в планах? Нет, это уже, да, известно. Билеты? Да. Да, хорошо. А все остальные матчи, которые, возможно, было посмотреть любыми способами, я все смотрела, я... мне очень понравилась сборная Японии. Ну, кстати, да, многие отметили. Да, и все, что шло по телевизору, все, что транслировалось, я как можно больше старалась все смотреть, мне очень интересно было. А, то есть ты от футбола за сезон не устала? Не-не-не. Интересно все, да? Да, да. А японцы почему? Не знаю, ну, как-то я от них не ожидала такого, прям, такой... Что и выйдут из Бельгии, будут играть на равных, да? Да, мне очень понравилось, когда они играли с Сенегалом, когда в Сенегал вышли такие атлеты, там, двухметровые. Огромные. И японцы спокойно против меня. Маленькие самураи, юркие быстрые. По персоналиям тебе, ну, не знаю, там, говорить о том, что как мужчины стоит ли... Ну, может, опять же, сама выбрать. То есть вот тебе кто симпатичный звезд современного футбола мирового? То есть Неймар, Роналду, Месси, там, может, необычный какой-то выбор? Мне нравится сейчас Келян Мбаппе. Вот! Очень быстрые ноги у него и очень быстрый игрок, мне кажется, что... Местные, да, финты у него... Может даже перейти в Реал Мадрид сейчас и затмить Криштиану. Но он уже ушел, да, Роналду, и на его место могут Мбаппе взять, да, в Реал. Там обсуждается Неймар или Мбаппе. Здорово! А из, скажем так, испанских, то есть Иска? Иска, да, конечно. То есть тебе все-таки вот ближе люди, которые в атаке? Да. То есть твоего амплуа нападающие, забивающие, обыгрывающие. Здорово! Мбаппе, да, в финале восхвесенья Франция-Хорватия. Хорватия сенсация. Абсолютно. Невероятная сенсация. Вообще не думала. Вот ты до начала чемпионата, кто думал будет в финале? Бразилия, Германия, Испания? Я думала, что будет Франция, потому что они научены опытом Евро, что у них почти та же самая команда была в финале чемпионата Евро. Там финал был, да, здесь может победа. А вторая команда на кого стоила? Это что, либо Германия, либо Бразилия. Что это такое? Германия в группе закончила, а бразильцы. Да, чемпионат такой сенсационный. Хорваты, конечно, никто не ожидал. Хорватия-Франция. Вот финал. Ты чего ждешь? В плане эмоций, в плане игры? Много голов или какая-то игра будет закрытая? Не хочется, чтобы Франция легко обыграла. Так же, вот как они обыграли в полуфинале. То есть один гол спокойно на классе прошли. Не хочется вот этого. Хочется, чтобы все-таки была какая-то... То есть, чтобы была голевая какая-то... Ну, как вчера, хорватия, Англия, да? То есть, дополнительное время и волевая победа. Сначала забили англичане, потом два мяча у хорватов. Ваши вопросы, да. Надя Карпова, Надежда Карпова в гостях у нас. Валенсия, сборная России. Футбол обсуждаем происходящее на чемпионате мира. Сейчас это главное. Выходные, последние два матча. Матч за бронзу. Финал, суббота, воскресенье, Санкт-Петербург, Москва. Мы общаемся на эту тему. Ну и в целом, я думаю, поговорим о карьере нашей прекрасной футболистки. Если говорить о людях, которые разочаровали. То есть мы говорим о Мбапе, о сборной Франции. Это фавориты, да. А вот от кого не ожидал такой провала? Может, немцы? Испанцы те же самые. Кто разочаровал? Да, наверное, разочаровали больше всего испанцы. Но поскольку они играли против нас, они... С другой стороны, порадовали. Да, больше порадовали. Ой, сложно сказать, кто отдельно так по уровню разочаровал. Ну, какое-то удивление. Не знаю, наверное, да, удивление того, что опять чемпион мира не проходит дальше. Немцы, да? Да. Традиция продолжается. Хорошо. Хорошо, из того, что смотрела по телевидению, из того, что читала, слышала, вот какие-то моменты, связанные с болельщиками, чего больше всего интересного было, удивило. В целом, атмосфера Никольская, как гуляли, какие-то конкретные истории. Удивило то, что болельщики сборной Японии убирали за собой на стадионах и потом это начали все подхватывать. Не только японцы, да, тоже там же, тут еще африканцы убирали, Сенегалка. Да, и более того, наши болельщики тоже после матча с хорватами приняли эту хорошую инициативу и тоже там попытались убрать за собой. А еще, ну, то есть до чемпионата мира в Испании пресса местная, вот мы знаем, что английские СМИ нагнетали, у нас будет тяжелый чемпионат, коррупция, болельщики, фанаты, хулиганы. В Испании что-то такое было? Боялись? Ой, а в Испании был бум вообще, потому что у них за сутки до чемпионата мира убрали главного тренера из-за того, что он подписал контракт с командой, вроде он как сначала согласился продлить контракт со сборной и в последний момент он подписал с Риал Мадридом. Вот там это все обсуждали, то есть там был невероятный вообще какой-то шок у всех и там обсуждали, что к чему, почему. А вот такого плана, то есть там весной еще, может быть раньше, не было какого-то вот нагнетания, мы не приедем, мы не хотим, то что писали там исландцы, англичане, бойкотировать чемпионат. У тебя спрашивали, допустим, про Россию, можно туда ехать, нельзя туда ехать, как там вообще? Нет, вообще не поднималась такая тема, можно, нельзя. Тема интересная связана с чемпионатом мира, разные моменты, да, по персоналиям, но опять же, ты нападающий, тебе ближе, наверное, да, эта история, забивают, это из года в год не очень много на чемпионатах мира, Харри Кейн забил вот сейчас 6, там у Лукаку 4, у Роналду, у Чершева 4, почему это сложно? Ну, если учесть, то что у Харри Кейна было сколько? 4-5 матчей? У него в двух матчах было 5 мячей, потом он только один забил, то есть... То есть сколько у него? 6 мячей, 6 голов? Получается 6 матчей, 6 голов, да. Или это нормально? По мне так это очень даже ничего, да. Просто хочется, вот он начал здорово, 5 мячей, в двух матчах, казалось там, он может забить и 10, и 15, вот из года в год забивают 6, то есть сложно просто, да, уровень другой? Нет, да, на прошлом чемпионате мира, насколько я помню, Хаммед забил 5. То есть 6-5, то есть как бы не очень много получается по цифрам. По количеству матчей, мне кажется, это хороший результат. Гол за игру в целом, средний получается. То, что один из трендов чемпионата мира, это вот разговоры о симуляциях футболистов, Неймар и Канбаре. Как относишься? Ну, насколько я смотрела Неймара, у него не было, ну, вот, как я могу сказать, прям такой очевидной симуляции, там, может, один-два момента. Но то, что он усиливает контакт, это, конечно, бросается в глаза, то, что он постоянно прям превращает обычное столкновение в какую-нибудь драму. В 87 кувырков, там, круги он врезает. Ну, мне кажется, на войне все способы хороши, когда в футболе каждая мелочь играет свою роль, мне кажется, что он все правильно делает. То есть тебя не бесит все вот это вот? Нет, 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 абсолютно нет, это часть игры. А сама используешь? Нет, нет, сама нет. То есть там придержали немножко где-нибудь за футболочку, а ты раз там, а-а-а-а-а! Нет, нет, не пошла горка. Что творится? Не покатилась! Но девчонки-то в Валенсии уже выучили все вот нужные слова? Ну, смотри, какие. Которые надо использовать, когда больно. Да, идти, конечно, да. То есть французское слово свекла, блеат, обязательно нужно сразу было выучить, да. Скажи, пожалуйста, чемпионат мира, ты смотришь все-таки как болельщица, как все-таки человек, который что-то хочет позаимствовать у звезд футбола. Тебе интересно, как человек, который во все это погружен профессионально? Или? Вот, или болельщица, которая отвлекается и просто а-а-а, вперед! Или как будто подсматриваешь, а тут интересный финн, тут ударчик, чего? Попробуй повторить что-то, да. Ну, если матчи сборной России, только я, конечно, смотрела, как болельщица, то есть я не могла не вникать, я просто находилась в какой-то прострации там полной. Я вообще, когда был матч с Испанией, я сначала думаю, да не, не пройдут, спокойно все. Не буду ловаться, не буду ловаться, да. Потом за каждые, каждые 10 минут я, да не, 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 ну, конечно, не пройдет. Не может быть, да не может быть. И потом все, каждые 10 минут, мне уже просто в конце начало настолько трясти, я уже не знаю, как на электростуле там сидела. Это с Испанией, да? Да, 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 абсолютно я, конечно, была шокирована, что происходит на футбольном поле, а когда еще мы выиграли, да, ну, а с Хорватии? Космос-то там, когда с Хорватии, когда мы дополнительно ее забили, я там просто побежала. Есть видео, где ты бегаешь после Хорватии? Не, 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 слава богу, нет. С косой, да, на перевес. Вот, а если что-то такое смотреть, что к нам не относится, то, конечно, есть какие-то аналитические моменты. Моменты, да, конечно. Да, 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 да. Подсматриваешь, посмотришь чего-то. А самой, вот ты думаешь, блин, как же здорово чемпионат А, да, конечно. Вот так, чтобы прямо где-то вот так же тоже, чтобы себя Россия переживала, вот такие же эмоции. То есть есть какое-то ощущение того, что, блин, мужики молодцы, вот тоже хочется поучаствовать. Да, 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 конечно. В таком чемпионате, где все сборные, где собираемся, играем. А в Испании сейчас встречают как героя, и мы видели видео. Чершева. Дениса Чершева, да. Тебе, это тоже вот этот момент, твой, можно сказать, земляк по испанской лиге, так как выступил здорово. Да, прекрасно вообще выступил абсолютно, причем даже если посмотреть на его номер, у него шестой номер, но обычно этот номер дается полузащитникам. И это еще раз подтверждает то, что не знали до конца поедет он в сборную, будет ли играть он в основном составе, будет ли на замене. У него всегда существует проблема того, что он есть травмы. Да, да. Вот. И я, конечно, вообще просто отшеломлена, что он так провел этот турнир. Просто потрясающе. Хорватом какой, да, он завалил? Просто, ну, там. Потрясающий год. Космический. А вы не знакомы, случайно? Не удавалось с ним пересечься? В Испании может быть где-то. Ну, все впереди, я думаю, да. Надежда Карпова в гостях утреннего шоу на Спорт.ФМ. Нападающая клуба Валенсия и сборная России продолжим во втором тайме. Сто процентов футбольного утра. Ну что ж, мы продолжаем. Перед тем, как продолжить разговор с Надеждой Карповой, напомню вам о том, что компания Фонбет предлагает вам коэффициенты на матч за третье место Чемпионата Мира по футболу в субботу в 5 часов между Бельгией и Англией. И для любителей быстрого заработка коэффициенты на точный счет. Если вы считаете, что Бельгия победит Англию со счетом 2-1, то 9-50. 2-0. 13 коэффициентов. А если 1-0, скромно, бельгийцы выиграют, то коэффициент 12. Может быть, и вам повезет. Ставьте. Ну а мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Надежда Карпова, девушка, которая покорила уже испанский футбол, так как она является нападающей клуба Валенсии и сборной России. Единственная девушка в списке их выбрал Месси. Это было уже несколько лет назад, насколько я помню. Вот это все. Лет сколько веков. Лет 40. Тысячелетий. Сколько времени прошло. У тебя же связывает что-то с Лева Месси, расскажи. У вас же какая-то... Очень много всего связывает, на самом деле. Даже не объяснить словами. Да нет, на самом деле нас ничего не связывает. Это просто рекламная кампания его линейки бутс. Ну а вот его выступление вообще на чемпионате мира, как бы ты оценила? Разочарование? Вообще абсолютное разочарование. Если даже у Криштиана был такой мальчик, когда он проявил себя, вот матч с Испанией, там он оформил хит-трик, один тащил свою сборную против такой... Со Испании, видишь, все себя проявляли. Россия, да, и Португалия. Ну и все, кому не лень проявили себя со Испанией. Ну нет. Вот. Криштиану все-таки оформил хит-трик, не будем этого забывать. А Месси, конечно, абсолютное разочарование этого чемпионата мира, потому что все, конечно же, ждали от него прям победы. А он, ну, что-то прям... Ну ты болела за него, вот признайся честно. Я болела за Россию, я не знаю, насчет него, ну, конечно, так поддерживала, мол, давай. У нас страна делится на две половины. Одни за Месси, другие за Криштиану. Тебе кто ближе? Дзюба на данный момент. Хороший выбор. Хороший выбор. Хороший выбор. Хороший выбор. То есть из сборной России выделяешь Дзюбу? Да, Дзюба Черышев абсолютно просто. Две легенды. Я просто восхищена их игрой, и это просто космос. Как активно ты все это отслеживала, точнее, на все это, на выступление сборной России реагировала в соцсетях? То есть писала, что-то там ставила, огромное количество сердечек. Молодцы, парни. Да, вот как ты все это переживаешь? Наши обыграли Испанию. Что ты написала? В Инстаграме написала? Какие же вы красавцы! Нет, я была просто в шоке. Ну, я как бы не из тех, кто обычно много пишет. Просто сама морально это переживала я. У меня не было слов, на самом деле. Не то, чтобы писать, но там даже... Надо пару дней было в себя прийти, да? Да, 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 абсолютно. Спрашивают люди, присылают сообщения. Молодцы, наши слушатели. Вот написал один из них. Чертанова рулит. Это, видимо, кто-то из поклонников Надежды еще за время вступления ее в команде Чертанова. Еще сообщение, вопрос для Надежды. Как в Испании отреагировали на увольнение главного тренера? Была ли паника? Это про Лапитеги. На самом деле, насколько я смотрела по ТВ, то, что очень много человек реагировало так, что молодец президент, который у них в федерации, который уволил его, красавчик, что принял такое решение, потому что Флорентино Перес, конечно, лезет не в свои дела. То есть у него, у Лапитеги был контракт, который ему предложили, и на который он якобы согласился в начале. И просто несколько дней буквально проходит, и ему предлагает контракт другой уже Реал Мадрид, и он сразу же на него соглашается. То есть непонятно, как так он быстро переобулся. Наверное, примерно так же, как те, кто хейтил сборную России, а потом после того, как сборная России победила, все начали за нее очень яростно болеть. А ты испанский уже выучила? Ты вот слушаешь, смотришь телевизор, там, читаешь газеты? Да, но у меня, я выучила, у меня, в принципе, базовый такой, уже есть уровень какой-то, но грамматически пока вот, чтобы разговаривать правильно, я пока не могу. Вот все-таки у меня чуть-чуть грамматически я пока не очень разъясняюсь точно, но главное, что меня понимают, и я понимаю. Ну это здорово. Здесь вот, кстати, Кирилл Захаров, слушатель, просит тебя дать совет нашим молодым парням. Вот ты тогда рискнула в свое время, да, бросила все, уехала туда, в Испанию, несмотря ни на что. И вот Кирилл просит тебя дать совет нашим парням, к примеру, таким как Чалов, Головин. Стоит ли им вообще уезжать? И как там... Ну это абсолютно, я уже жду вот первых трансферов с нетерпением, я все-таки думаю, то что Головин сейчас в ближайшее время куда-то перейдет. Конечно, уже сейчас везде разлетелись вот эти картинки, где бежит Криштиану, и с ним бежит Головин, его обнимает в Турине, в Ювентусе. Да, что они вместе, да, хотелось бы их видеть. А твой кумир, твой кумир, Артем. Артем Дзюга? Да, в Китае. Ну не знаю, он уже не такой молодой, вот, примет ли он такое волевое решение, но в Китай, я думаю, ему не стоит уходить, потому что он исчезнет из нашего поля зрения, все-таки у нас не транслируют китайскую лигу, ну или может это повод, как нам ознакомиться с китайской лигой, если он туда уйдет, может начнут транслировать. Бабки, бабки, главное, Надя, какие телевизионные показы, зачем нам Дзюба, пусть зарабатывает денег, кормит семью. Если, кстати, говорить о денежках, то насколько вот прибыльнее играть в футбол, скажем, в Испании, вот для тебя? Ну все то же самое, но чуть-чуть прибыльнее, но в принципе. Не особо. Испанский, учишь в плане карьеры, какие цели на второй сезон? Ой. Что хочется, забивать больше, играть чаще? Да, ну конечно, обычные максимальные цели футболиста. Еще один контракт на пять лет, перейти в Реал. Ну нет, ну такого сейчас нету, просто самые максимальные цели, которые существуют, то есть добиваться максимального количества побед с командой и приносить пользу команде. Планы касаемо сборной России. Нет, нету сейчас никаких планов, я нахожусь в отпуске сейчас, вот давайте мне... Отдыхаешь, отдыхаешь, да? Не загружайте меня сейчас. Давай про отпуск, отпуск, какие в отпуске основные занятия? Встречи с друзьями, подругами, родственниками? Да, просмотр футбола. Футбол, кино, не знаю, театр, дискотеки, бары, клубы. Дискотеки, не-не-не. Что это? В основном, поскольку сейчас чемпионат мира в России, это в основном, конечно же, футбол. То есть футбол, футбол, футбол. 90% времени. Да. Испания, год жизни в Испании, что тебе все это дало в плане быта, в плане развития личности? Ну, конечно, я посмотрела, каким еще может быть футбол. Ну, а если не о футболе, о в целом? Ну. Ты стала мягче, жестче, спокойнее, увереннее. Какой ты стала? Да, 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 стало мягче, на самом деле, потому что меня на солнце разморило, и я такая. То есть вот сиеса после обеда. Сангрии еще, мне пожалуйста. Вальяжная. Будьте добры, да, в обед хочу отдохнуть, да. Да, нет, в принципе, вот расширяю кругозор, общаюсь на испанском уже с кем-то из команды, на английском, опять же, у нас очень много легионеров, в плане, у нас очень много игроков изо всех стран мира, вот. Да, в этом плане расширяю, правда, кругозор. Ну, а в плане жизни ты бы хотела там остаться, жить в Испании, вот на совсем. О, да, русскому человеку там или нет? Я, честно, вот, я не думала об этом, но подождите, куда вы все время гоните меня? Я только приехала, только поиграла чуть-чуть в футбол. Ну, нам уже кажется. Все, ты хочешь остаться, хочешь уехать. Легионеры, вот мы говорим о том, что ребята уедут, вообще вот тебе в плане адаптации, насколько было сложно? Ну... И сейчас, сейчас уже закончилось все это, ты уже полностью там датировалась? Ну, на самом деле был такой момент, да, когда мне прям было сложно, я не знала, куда деться, потому что, конечно же, в какой-то момент вот этот языковой барьер, это является проблемой, да, потому что ты не можешь ни с кем поговорить, ты не можешь никуда сходить, не можешь даже сходить в кино, потому что кино там на испанском, да, вот это в какой-то момент в повседневной жизни это становится проблемой, но ты быстрее адаптируешься, когда ты понимаешь, что вот это вроде как проблема. Если это тебе нужно. Да, конечно, абсолютно. Потому что у нас в премьере есть хоккеиста Вадима Шипачева, который не захотел адаптироваться и вернулся обратно в наш чемпионат. То есть, ребятам, которые могут отправиться после чемпионата мира в Европу, посоветуют же, прежде всего, язык учить, да? Да, конечно, абсолютно. Первое дело, язык. А в плане общения, то есть, насколько это все от тебя конкретно, от футболиста зависит, то есть, насколько там тебе идут навстречу. Вот у нас просто принято считать, что в России руководители клубов вообще в целом в клубах нянчатся с легионерами. Там это есть? Ой, ну... Или вот тебе ключи от квартиры, машина, все, свободно. Тренок востока-то. Ну да, да, да. Там больше типа такого, что там нету такого, что кто-то с кем-то нянчится. Никто не бегает с собой, да? Если есть какие-то вопросы, тебе, конечно, помогут. Ну, в принципе, сама решаешь в основном проблемы. Ну да, да, да. То есть, надо быть готовым к тому, что там никто с тобой не будет бегать. Да, конечно, думаю. То есть, сам занимаешься собой. Хорошо, у нас в гостях Надежда Карпова. Привемся на минуту и потом продолжим. У нас будет еще перекрестный опрос. Реклама Те два года – отличное качество. Подробности на hp.ru Ты отвлекся, сейчас пропустишь гол. What a beautiful girl. Но смотри футбол. Экран не видно, кто кого обвел. Тебе не обидно? На, смотри футбол. У тебя Мегафон, там есть один прикол. Нажми бесплатно. Смотри футбол бесплатно. В приложении Мегафон ТВ. Акция проводится по 15 июля 2018 года. В рамках акции предоставляется 21 день бесплатного пользования пакетом оптимальный. Без расходования трафика для абонентов тарифов включайся. И 14 дней для абонентов других тарифов, подключивших Мегафон ТВ. Подробнее на megafon.ru. 0+. Месси, не Марадона. Рука Бога не может быть в татуировках. Спорт ФМ. Мы делаем спорт ближе. 100% футбольного утра. Продолжаем. Надежда Карпова в гостях у нас. Российская футболистка, нападающая клуба Валенсия из сборной России. Надя, по поводу двух мячей, которые ты забила, Бетти Су. Это повлияло в плане отношения к тебе изменилось? Стали сразу понимать, что вот это вот звезда. А, ну все, из России. Сейчас будет валить в каждом матче. Там же Кирос-Смашевский был один из голов, да? Чуть ли не лучшим признан. Что-то какую-то красоту ты там исполнила. Что-то такое было признание. Признана лучшим игроком. Девятого тура примеры была Надежда. Вот это повлияло все в лучшую сторону? Ну, конечно, это все-таки позитивный момент. Не сказать, что это куда-то повлияло в плане проще, тяжелее. Но это всегда позитивно. Забивать хорошие эмоции. Помогаешь команде в этом плане. Это, конечно, хорошо. А скажи, можно сказать, что в России нет женского футбола после того, что ты увидел в Испании? Нет, потому что Капа уехал, просто уехал в Испанию. Ну, это отличный чемпионат. Это очень интересный, как мне кажется. Просто у нас существует проблема с количеством команд. И все меньше, все меньше становится. Да, вот с регламентом турнира, мне кажется, что в департаменте женского футбола должны прям принять какое-то решение. Обязать все мужские клубы создать по команде. Хочется, конечно, чтобы наш чемпионат был такой формацией, более профессиональной. То есть, чтобы было 30 игр в сезоне. Чтобы это все было более, так сказать, организовано. Чтобы было интереснее болельщикам на это смотреть. Конечно. А сейчас у нас не так много команд, и это все непонятно, по какому графику составлено. Конечно, мне сейчас сложно понять, как если сделали, например, последнее нововведение, сделали две игры в кубке. Но если обычно это играется, как в нормальном чемпионате, то есть там на четвертый день следующая игра, ну, то есть вы в одну неделю играете, и первая у вас игра, и ответная, то у нас в чемпионате сделали даже в месяц там перерыв, может быть. То есть вы сыграли первую игру в кубке, и через месяц или два вы можете там вторую игру сыграть ответную. То есть, да, абсолютно другой коллектив, там может быть уже другая команда. Ну, то есть вот такое у нас бывает. Но хочется, конечно, чтобы все это было более организовано. И мне кажется, у нас очень много хороших футболисток, у нас есть прекрасные клубы. Вот недавно футбольный клуб «Локомотив» открыл свою женскую команду прекрасную. То есть все двигается, то есть люди открыты к этому, все готовы смотреть женский футбол, то есть двигаться в этом направлении, открывать новые клубы. Просто нужно немножко это организовать. Ты видишь в себе вот такого человека, который с помощью соцсети... Нет, ну почему? У тебя больше интервью, чем, мне кажется, у всей нашей премьер-лиги футбольной за последний год. То есть яркие фотосессии, интервью, честный спорт, честный футбол. Это привлекает людей, нет? Ты вот как бы себя позиционируешь в плане того, что вот мне интересно общаться, я хочу, чтобы об этом знали. А в плане, если говорить про популяризацию женского футбола, то, конечно, все мои вот эти действия в средствах массовой информации были нацелены на это изначально, потому что я всегда это пропагандировала, что мне в первую очередь было неважно, куда я иду, зачем, но мне было важно рассказать о нашем виде спорта, потому что, конечно, даже когда я начинала заниматься женским футболом, все это было настолько... очень много скепсиса присутствовало. То есть мне важно рассказать про этот спорт, мне важно рассказать, что это круто, что девчонки тоже могут играть в футбол, и важно это популяризировать. Да, это в этом плане абсолютно. И хочется везде ходить и об этом кричать, что давайте, да, посмотрите, как наши парни играют. Создаем женский футбол. Да, огромное сейчас спасибо нашей сборной, которая настолько подняла, мне кажется, уровень нашего футбола, и все знают, что футбол в России жив, все знают, что Россия это футбольная страна абсолютно, и хочется везде об этом кричать. У нас есть женский еще футбол, посмотрите, мы тоже можем. Спасибо большое Надежде Карповой за рекламу женского футбола. Это правильно, так и должно быть. Должны любить свою работу люди, которые занимаются тем или иным делом, ее прославлять, нести все это в массу. У нас далее рубрика, где попробуем узнать чуть больше о нашей сегодняшней гости. Перекрестный опрос. Надежда Карпова в трех характеристиках. Какая ты? Сложно сказать. Добрая, веселая, скромная. Да, отлично. Добрая, веселая, скромная подходит. Уверена, что подходит. Три варианта. Все хорошо, дальше идем. Любимый город? Наверное, Ярославль, мой родной город. А если не в России? Ой, Валентия, конечно. Валентия уже, да, второй дом. Валентия очень много. Любимое место в Валентии на данный момент, это что? Ой, сложно сказать. База. Наверное, да, база тренировочная. База, отлично. Дальше. Качество, которое ты больше всего ценишь в мужчине, давай с этого начнем. Юмор. Вот если у него и хорошее чувство юмора, то я это очень ценю. Вот еще, чтобы оно было прям такое необычное, да, тонкое чувство. А худшее, худшее качество? Жадность. Полнота, полнота, полнота. Жмотство. Человек жаба. Наверное, если... Еретик. Да, Еретик. Католик, может быть, он может быть. Католик, конечно, абсолютно. Ну давай, в рубашке у него клещи-то некрасивые. Приделай что-нибудь. Сидит он просто слева от тебя. Волосы засаленные, да, что там такое. Думаю, для меня одно из таких худших, если он не разбирается в футболе. Это про Боярского все, да. Один в один. Слушай, ну, сейчас... Сейчас страна разбирается в футболе. Хорошо, дальше. Любимый праздник? Новый год. Новый год. В Испании по-другому все? Как вот отвечал в этом году? А в Испании я вообще что-то не поняла. Больше Рождество отмечают. У нас что-то был Новый год или нет. Да, что-то отметили Рождество, а потом раз пишут... Да, да, да. У нас есть группа в WhatsApp, командная пишет, а 2 января тренировка. Я говорю, а, ребята, где Новый год? Подождите, нет. Я помню, никаких оливьешек там, никаких... Что такое, Надя? Вообще не поняла. Куда ты поехала? Да, я в Испании, когда вот решили отметить Новый год с семьей, там после Рождества католического, даже елки уже убрали к 31 января. Да, реально там, то есть такое там было католическое Рождество, а потом что-то хопа, и все, опять тренироваться. Думаю, блин, где Новый год? Надя, а есть ли у тебя талисман? Нет. И прям ты вот не веришь в это все, да, несуверная? Ну, я стараюсь, стараюсь на самом деле в это все не верить. Но когда меня на самом деле спросили, обыграет ли сборная России, сборная Испании, я сразу сказал, нет, 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 не спрашивайте меня, не спрашивайте, ну, не хотелось сглазить. Но на самом деле, вот если до мелочей, то, конечно, нет, я несуверная. От чего тебе было бы, вообще, приходилось отказываться, от чего сложнее всего было отказываться в жизни, с такими моментами были? От общения с близкими, может быть, от желания с парашютом прыгнуть? Съесть килограмм мороженого? В плане, если, чему мешал футбол? Да, были такие моменты? Ну, наверное, да, это всегда вот общение с близкими, потому что ты все время переезжаешь, то есть у тебя такая работа, там, где предложили контракт, туда ты едешь, играешь. Вот, да, в этом есть проблема, то, что ты не находишься со своими близкими, не находишься с семьей. А вот такого плана, то есть там парашют, что-то поесть плотненько, а завтра тренировка, это плохо, нельзя? Я вообще боюсь высоты, то есть у меня не было такое, ну, вот, не полетел на парашюте, ну, ладно. Нет, а там начинают экстремальные какие-то виды спорта, да? Твое? Нет? Ну... Хорошо. Да, в плане еды, конечно, вот, приходится следить за питанием, приходится в сезоне особенно, и, да, ты отказываешься от многого, от сладкого, от... ну, вы поняли. В Испании по-другому к этому относятся вообще, чем у нас? Да, конечно, абсолютно. Там футбол – это религия. Они озабочены целью, они озабочены титулами, они делают все для того, чтобы, вот, быть лучшим в футболе, то есть это абсолютно, там, ты прикладываешь максимальное усилие, там, для всего, все ради результата, ты жертвуешь всем. Там это, конечно, на другом уровне у нас это немножко не так воспринимается. Важно, чтобы мы тоже начали понимать, что такое футбол, как к нему нужно относиться и что нужно для этого делать, и как в него вкладываться. Нужно просто знать время и место, где ты можешь расслабиться. Слушай, а на матче Валенсии сколько на болельщиков ходят? Ну, на женский чемпионат у нас стадион находится на базе, там порядка двух тысяч мест, он всегда забивается на наши игры. Круто! А на мужской футбол средняя посещаемость, насколько я знаю, на Мисталье – это 50 тысяч человек. А ты тоже летучая мышь? Я? Да. Ну, конечно. Нет, ну, Валенсия мужская, летучая же мышь у них прозвище, правильно? Да, у нас тоже. А у женской, да. Ты летучая мышка тоже получается, да? Да, получается, что да. А вот если бы не футбол, чем бы занималась по жизни, как думаешь? Это постоянный вопрос, что если бы не спорт, что если бы не футбол, честно, очень сложно сказать. Как бы, если не футбол, то это, наверное, какой-то другой спорт, мне кажется, был бы, имел место быть. В любом случае спорт, да? А я все-таки вот спрошу про татуировки. Ты недавно набила себе новую. Это какая? Вот это на шее. Ну, не то чтобы недавно, да? Хоп. А почему хоп? Это надежда на английском, да? Почему именно это слово? Не знаю. Нравится. Ну, надежда, потому что имя, да, с вами… Да, ну, кстати, вообще никак. Вообще никак, да. Ну, как одна из версий, да? Как одна из версий. Почему не на русском тогда, надежда? Михаил. А, очень сильно. Михаил, да, если бы был мой парень Михаил, я бы обязательно набила, конечно, на шее. Главное, не на лице. Ну, просто нравится, как вера во что-то светлое, надежда, умирает последней, как говорят. И мне кажется, что в этом есть смысл. Здорово. Потому что я думаю, что это очень больно вот здесь вот на… Попробуй еще. Попробуй. Попробуй. Да, просто стоит попробовать. Напиши там клан Гаджиевых вот у нас. Ну, вот и все, собственно говоря. Мы пообщались, да. Как-то время быстро. Всем спасибо, с вами были. Роман Вагин, Александр Боярский и Эм Гаджиева. Спасибо. 100% услышимся с вами завтра утром. Но сейчас не переключайтесь. Футбол и все остальное впереди. Пока. Спасибо, пока.